Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире очередной выпуск программы «Кремниевая долина на Днепре». Я ее ведущий Андрей Дмитрук, а программа эта является второй частью или, если угодно, продолжением нашей предыдущей программы, которую мы записали с кандидатом исторических наук Евгением Леонардовичем Гороховским, моим дорогим гостем, тогдашним и сегодняшним, и посвящена она отражению в искусстве, прежде всего в киноискусстве, такой неотъемлемой части прогресса, как космические полеты. Итак, Евгений Леонардович, в прошлый раз мы с вами остановились, помнится, на фильме «Космический рейс», который консультировал, еще живой тогда Константин Эдуардович Сиолковский. Давайте двигаться дальше. Как дальше отражались космические полеты на экране? Ну, можно немножко тут чуть-чуть напомнить то, о чем мы поговорили в прошлый раз. Начали мы с самого первого научно-фантастического фильма в истории кинематографа. Это знаменитый фильм Жоржа Мельеса «Полет на Луну». Но можно еще вспомнить, помимо того, о чем мы говорили в прошлый раз, очень любопытный датский фильм, который назывался «Путешествие на Марс». Он был снят в 1918 году. Это такой прототип элиты своего рода. Там, значит, герои на винтовом космическом корабле, да, винтовой самолет. С пропеллерами? С пропеллерами, да, совершенно верно. «Эксельсиор» назывался этот корабль. Все выше. Да. Они, значит, достигли Марса. На Марсе было замечательное такое практически коммунистическое общество вегетарианцев, где забыли про конфликты, где забыли про классовую борьбу и так далее. Фильм «Немой», я так понимаю. Фильм «Немой», да, совершенно верно. Фильм 1918 года. Очень хороший фильм. Вот такая вот утопия. И марсиане были в ужасе от того, какое безобразие творится на Земле. Что война еще шла. Сейчас Первая мировая война как раз заканчивалась. Все это было свежо, так сказать, в сознании авторов. На Марсе это идеальное общество. Но в той или иной степени это произведение предвосхищало сюжеты элиты. Есть допущение, что, может быть, Алексей Толстой видел. То есть, была любовь на Марсе. Да, да, да. Там есть любовь. Прекрасная марсианка присутствовала. Любовь прекрасной марсианки, да. Значит, к земному человеку, инженеру, который там прилетел на этом корабле. Ну, и как бы, так сказать, все это дело через Айлиту, о которой мы поговорили. И через, так сказать, «Женщину на Луне» Фрица Ланга. Это практически первый фильм, который имел профессионального технического консультанта немецкого ракетчика Германа Оберта. Так сказать, первостроителя немецких ракет, учителя Вернера фон Брауна. Сам фон Браун там на съемках в 29-м году, в 17-летнем, кажется, возрасте, работал подсобным рабочим в павильоне. И уже, так сказать, новый этап. Уже, так сказать, это еще был не мой фильм, но озвученный музыкой. В 35-м году был снят фильм «Космический рейс», который консультирует… Это советский. Советский фильм режиссера Журавлева. Вот, консультантом которого был сам Константин Дудорович Солковский. Это была, кстати, последняя его работа такая профессиональная. Он вскоре, по-моему, и покинул все Эмиры. Да, он не дожил, чуть-чуть не дожил до премьеры этого фильма. Вот, фильм по тем временам был абсолютно уникальный. Для его съемок были созданы довольно масштабные декорации Луны. Художником этого фильма, художником-постановщиком этого фильма, макетчиком, спецэффектами занимался великий мастер Юрий Швец, который в то же время параллельно работал над знаменитым фильмом Александра Лукича Птушко «Новый Гулливер». Делал этих кукол. Блестящий фильм. 2000 кукол. Кстати, насколько помню, один из первых в мире фильмов, где на экране одновременно работают куклы и живые актеры. Совершенно верно. Чуть ли не первый. Совершенно верно. И более того, в самом космическом рейсе он уже сделал то, что потом Птушко довел до совершенства в «Золотом ключике», когда одни и те же герои, в кадре появлялись герои то куклы, то люди, то куклы, то люди, и там не поймешь, где Буратино-кукла, а где Буратино-человек. Вот, и там Мальвина и так далее. Великолепные фильмы. Вот, Швец это сделал всё на Луне, потому что там герои и люди действуют, и куклы, которые там прыгают по лунным кочкам, по этим кратерам и циркам. Для вот этого, так сказать, там два ракетоплана. Циолковский создал около 20 или 30 чертежей ракетопланов, по которым были построены модели. Сам создавал чертежи? Сам, сам, сам. Это старичок. Сам делал, да. Вот, по ним, значит, было построено макеты двух ракетопланов, ну, в определённом масштабе, но ангар, для ангара пришлось, ангар строился на площади 18 на 10 метров, или на 12, довольно приличной величины. Ну, как наша студия, примерно. Да, 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 совершенно верно. Вот, и всё это делалось, и всё это на экране выглядит очень масштабно. Вот, два ракетоплана, первый, который полетел, Иосиф Сталин, второй, который готовился к полёту, Крин Ворошилов, там есть учёный-скептик, учёный-оптимист, мальчишка, который едва ли не зайцем попадает на этот корабль, но в конце концов его уберут, обязательно девушка. Вот, есть там некоторые, ну, скромная любовная история, ну, в общем, как бы-то не такая пронзительная, как у Ланга, вот, ну, и... Что ж следующее было? Да, так вот, этот самый космический рейс, он оказался источником заимствования для фильмов уже западных. Так, каких же? Первым ремейком, таким, ну, своеобразным ремейком его стал через два года, был фильм, снятый в Гитлеровской Германии, который назывался, там, «Космический корабль» или «Космический космолёт номер один». Вот, это был короткометражный фильм, они идут, что до 23 или 25 минут, вот, где команда, немецкая команда улетает в сторону Луны, вот, но чётко совершенно это заимствование прослеживается по характеру старта корабля. Циолковский считал, что этот ракетоплан, хотя и двуступенчатый, там, в полёте, в космическом рейсе, там, отделяется вторая ступень, первая летит до Луны, вот, хотя этот ракетоплан, он взлетает не вертикально, как ракета, вот, как это, скажем, происходило с ракетой в «Женщине на Луне», у Ланга, а он стартовал с наклонной эстакады направляющих, предвосхищая, в общем-то, конструкцию «Катюш». гвардейских миномётов, вот, по наклонным рельсам, по направляющим, да, то же самое мы видим в этом немецком фильме, абсолютно таким же образом, и… Ну, «Катюши» всё-таки построили впервые мы, а не немцы, несмотря на это, да, у них было, немцы, другое, у них были вот эти шестиствольные миномёты, они предвосхищали уже следующее поколение этих вот систем залпового огня из стволов, из трупов, летали, да, ну, неважно. Да, вернёмся к ракетам. Да, вот, так вот, и следующим таким уже, так сказать, своего рода такой маленькой энциклопедией всяческих вторичных заимствований был такой довольно дешёвый американский фильм, который назывался «Ракетный корабль XM». Дешёвый в смысле затрат или в смысле своего эффекта? Дешёвый затрат, дешёвых затрат, современные рецензенты его называют, так сказать, весёлым «Г», вот, сравнивая с унылым «Г», одновременно снятым крупнобюджетным фильмом о полёте на Луну. А, и такое был. И такое был, да, и такое был. Отдавая предпочтение, между прочим. Всё-таки весёлому. Да, весёлая «Г» стоила 50 раз дешевле, чем, значит, унылая. Но там повторялась и «Женщина на Луне», вот, в сценах там с перегрузками и невесомостью, и космический рейс, тире вот этот космический корабль немецкий, где с эстакады взлетал этот самый американский «Рагетоплан». Что же они все следовали так в одном курсе, в одном коридоре, ни вправо, ни влево? А, очень просто. Дело в том, что… Кто-то задал эти условия. Да, да, да. Кто-то придумал эти образы, и все их повторяют. А ничего не надо было придумывать. Дело в том, что вообще американская кинофантастика, она изначально была вторичной по отношению к европейской, изначально. При этом это совершенно объяснимо, потому что, в общем-то, вплоть до конца 60-х годов в американском кинематографе основная масса фантастических фильмов, в том числе и космическая фантастика, не говоря уже о всяких там вампирских и прочих сагах, вот, это было малобюджетно. Это были фильмы класса «Б», фильмы, которые большого бюджета не имели. Ну, были, конечно, исключения, типа вот это вот «Путешествие на Луну» 50-го года, в которое вбахали 5 миллионов, который получил «Оскар» за спецэффекты. Ну, в общем-то, как особого, так сказать, места в искусстве и даже вот в истории жанра он не оставил. А через год, в 51-м году, появился полёт на Марс. Чей? Тоже американский. Американский. Это уже, как говорится, был полный абзац, потому что фильм этот был снят чуть ли не за 5 дней, максимум за 10, в декорациях и с костюмами, заимствованные из обоих предыдущих фильмов. Но там был заимствован сюжет Элиты. Вот так. Там героиню зовут Алита, она принцесса Марса. Боже, так откровенно. Да, бегает, правда, в мини-юбке. А. Вот, ну, в общем, там всё такое. В отличие от Юлии Солнцовой. Да, в общем, полный балаган. Полный балаган. И такая ситуация в американском кино продолжалась вплоть до конца 60-х годов. И то, что там произошло, тот революционный скачок, который был обозначен первоначально, Космический Эдисей 2001 года. Помню такого. Стэнли Кубрика. По роману Артура Кларка. Это был не роман первоначально. Нет, нет, нет. Это был первоначально, это был оригинальный сценарий. Всё-таки. Да. Дело в том, что там... Ну, мы там немножко поговорим чуть-чуть попозже. Но прежде, чем это стало возможным, и прежде, чем стал возможен феномен Звёздных войн, который окончательно утвердил в Голливуде, в большом голливудском кино, жанр фантастики, как возможный для крупнобюджетных, дорогостоящих, могущих принести фантастические прибыли фильмов... А то есть, извините, они изначально немножко не доверяли этому жанру. Они не считали его коммерчески выгодным. Ну, да, да, да. Это как бы... Это не считалось тем... Почему большие студии за это не брались всё-таки? Ну, дело в том, что то время, когда стала более-менее так как-то поточно, конвейерно сниматься фантастика, тогда это был пик борьбы кино и телевидения. Ах, вот как. Да. Это было время, когда... Это где-то середина 50-х? Это конца 40-х даже. Конца даже. С самого начала. Конец 40-х, начало 50-х годов. Начало 50-х годов, когда, значит, с такими вот стали пробоваться технические возможности для того, чтобы показать зрителю то, что он не увидит по телевизору ещё чёрно-белому. Это стереокино. Ну, да. Это широкоэкранное кино. В конце концов, этот цвет прежде всего. Ну, цвет, а цветное кино. Не, уже появились. Потому, что раньше цветное кино появилось ещё в немой период. Скажем, «Чёрный пират» Дугласа Фербинкса ещё в 20-х годах был снят. Это я помню. Я имею в виду, когда оно стало массовым. Да, конечно, конечно. Это 50-е годы. Да. Но это прежде всего размеры экрана. Большие экраны, на которых маршировали толпы статистов, римских легионов, древнеегипетских колесничек. Помню, помню. И основной жанр, в который вкладывались большие деньги, это были костюмные мелодрамы. Исторические. И исторические большие фильмы на библейские и античные сюжеты. Фантастика, она не считалась могучей принести... Последствия до типа Генгура, Клеопада... Конечно, конечно. Это всё... Суперполотик. Всё это делалось. Плащаницы. Погреницы, извините. Да, Погреницы. Это был первый широкоэкранный фильм. Первый широкоформаторный фильм. По библейскому сюжету. По библейскому сюжету, совершенно верно. Там такой апокрифический, евангельский, скорее, сюжет. «Десять заповедей» 1956 года. Это громадный фильм Сесиля Демиля по исходу, по книге исхода библейской. Это царь-царей Николаса Рея 1956 года. История Христа. Мы вернёмся к фантастике. В фантастику таких денег не вкладывали. Десятки миллионов долларов. Не ожидали возврата. Да, считалось, что это так. Потому, что, во-первых, технически это было очень трудно. Это было тяжело. Потому, что всё это было неизведанное, непаханное поле, где надо было экспериментировать. И вот, дорога к звёздам. Так вот, в мировом масштабе, в истории мировой кинофантастики реальный прорыв, реальный скачок произошёл в Советском Союзе. В 1957 году. Это был очень знаковый год. Год, где сошлись три эпохальных явления в истории науки, в истории техники, в истории литературы, в истории культуры. Это год успешного запуска космического корабля с первым спутником Земли. Это год первого издания, ещё журнального варианта эпохального романа Ивана Антоновича Ефремова «Туманность Андромеды» на странице журнала «Техника молодёжи». Как сейчас помнено. И это выходные экраны уникального по совершенству художественно-документального фильма режиссёра «Лен Научфильма» Павла Клушанцева «Дорога к звёздам». Вот он сам. Это очень интересный человек. Очень интересный человек. Он с детства мечтал вообще быть писателем. Но это как-то не слагалось. Он мечтал поступить в технологический институт ленинградский. Не прошёл по конкурсу. Поступил в кинотехнику. И когда он после кинотехнику пришёл на очень слабенькую, маленькую студию ночно-популярных фильмов. «Лен Научфильм»? «Лен Научфильм». Ну, «Будущий Лен Научфильм». Это ещё «Лен» как-то иначе называлось. Там довоенное время. Он нашёл для себя нишу, занимаясь комбинированными съёмками всякими. Это был невероятный выдумщик. Невероятный, так сказать, рукодельник. А я, кстати, извините, заметил, что многие фантастики приходили через технику. Именно через занятия комбинированными съёмками. Совершенно верно. Тот же Корюков. Совершенно верно, да. Вот мы в прошлый раз немножко говорили, там чуть-чуть затронули вот этот вот новый период. На примере фильма «Небо зовёт» Корюкова. Корюковой тоже по профессии был оператор комбинированных съёмок. А уже потом занялся режиссурой. И для работы с актёрами привлекал обязательно соавторов. И вот Клушанцев, он снял несколько очень любопытных фильмов по естествознанию. Ну, вообще всяких научно-популярных он бесчётное количество сделал. В начале 50-х годов он снял фильм «Вселенная». Научно-популярный? Ну, такие тогда принятые космологические представления о том, как устроена, так сказать, мир, как устроена Вселенная, металлистический, естественно, подход к этому. И как раз вскоре после этого, видимо, это как-то повлияло, к нему пришёл писатель Липунов, Борис Липунов, популяризатор техники, популяризатор космического, освоения космоса всякого, и предложил ему вот такую вот идею сделать фильм об освоении космоса. Это было за три или четыре года до полёта первого спутника, когда ещё никто ничего не знал. Так год 53-й где-то? Где-то 52-й, 53-й год, никто ничего не знал, где идут эти работы, кем они ведутся. Липунов вроде бы что-то знал, кого-то знал. Возможно, знал об этом как-то и знаменитый писатель-фантаст, может быть, сейчас и подзабытый Георгий Мартынов, который почему-то назвал конструктора космических кораблей в своей трилогии «Звездоплаватели» инициалами СК. Сергей Нокамов, не Королёв. Тоже неплохо. И космический корабль назывался СССР-КС-1, СССР-КС-3 и так далее. Ясно. Возможно, он как-то имел представление о том, кто занимается этими вот работами, но так или иначе ничего не было известно. И, как вспоминал Павел Клушанцев уже, так сказать, 90-е годы, уже на склоне лет, значит, они всё изобретали сами. Вот для того, чтобы выглядели космические корабли так, как положено, он засел за чтение Циолковского. Он сам сконструировал космический корабль, то есть, значит, сделал макет космического корабля, который очень мало отличался от ракет Королёва. И даже это вызвало какой-то шок, значит, где-то у каких-то, так сказать, товарищей, которые... Не знает ли он чего-нибудь секретного. Да, 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 там как-то там потребовали что-то поменять, что-то изменить. В общем, короче говоря... Вы меня извините, я тут просто вспомню из другого времени, но тоже связанное с космосом в кино. Значит, когда покойный Евгений Шерстопитов для фильма «Туманность Андромеды» в Крыму построил макет корабля «Тантра», то через какое-то время советское правительство получило ноту от Турции. В Крыму новая ракетная площадка с неизвестным типом ракет. Американцы... Пришлось извиняться. Продолжайте. Да, да. В общем, короче говоря, это было совершенно непаханное поле. А именно в фильме «Дорога к звёздам» Клушанцев придумал ту форму, которая потом блестяще была им развита, ещё в двух таких вот синтетических художественно-документальных фильмах, которые назывались «Луна» и «Марс». Это соединение научно-популярной стороны и художественной фантастики, игрового кино. Всё это было вместе в его фильмах. И в этом фильме... Чего в этом фильме не было? Только «Дорога к звёздам». Это первая часть, да. Потом «Луна» и «Марс». Значит, в этих фильмах... Но тоже был художественный сюжет. Да, да, да. Ну, там были частично художественные сюжеты. Экспедиция какая-то была. Да, да, да. Обязательно экспедиция. Люди на планете там... Эффекты соответствующие. Что-то там делают. Эффекты, космические станции. Но всё это было заложено... Основа этого была заложена в «Дороге к звёздам», где были и ракеты, и космические корабли, и спутники, и космические станции на орбите. Сумасшедший. И луноход потом появляется. 52-й год, боже. Значит, 53-й, 54-й. Фильм был закончен в 56-м. Всё-таки до полёта. Премьера была в 57-м. И всё это... Ну, там, по-моему, когда его готовили к выпуску на экран, по-моему, уже полетел спутник, и что-то там, по-моему, какой-то документ появляется. Но всё было сделано до того. Они ещё ничего этого не знали. И вот сейчас мы посмотрим ещё несколько картинок. Вот ракета. Это из фильма «Дорога к звёздам», да? «Дорога к звёздам», да, совершенно верно. Ракета одноступенчатая или двух? Нет-нет-нет, многоступенчатая. Многоступенчатая. Ну, согласно, Циолковскому. Вот на Луне, так сказать, такая вот станция космическая. Лунник. Лунник такой вот. А на фильме «Луна», «Лунаход». И вот, смотрите, космическая станция, орбитальная станция. Ну, это по Циолковскому. Да, по Циолковскому. Тороидальная. Да, 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 да. Населённая станция. Немножко усовершенствованная она. И вот следующая, пожалуйста, картинка. А вот это космическая Одиссея 2000 года. Ага, это то есть уже совсем из другого времени? Это кубрик. Это через 10 лет после. Через 10 лет. Через 12 лет после космической. Единственное, что он сделал, просто удвоил то колесо. Да. По сути. Вот. Он сделал двухколёсную эту станцию. Вот так вот. Дальше, пожалуйста. И вот, значит… Ой, любил я этот фильм когда-то. Вот «Планета Бурь». Пускай мы немножко вот постоит эта картинка. Так вот, «Дорога к звёздам» вышла на экраны на пике всемирной сенсации с запуском, полётом первого спутника Земли, потом второго, потом третьего. Успели к обеду. К раздаче. Фильм не сходил с экрана 40 недель. Чего себе. Да, премьера была, триумфальная премьера в кинотеатре «Титан» в Москве, в Питере. Этот фильм просмотрели десятки миллионов человек. Он был куплен во всех крупных странах мира. Он был куплен в Америке. Потом «Советский блокбастер». Да, да, да. Это фильм, снятый на немощной, самой слабой и слабо оснащённой студии «Союза». На будущем «Лен-Новичфиль». Ну, это уже был «Лен-Новичфильм», тогда, по-моему, назывался, или «Ленинградская студия» на очень популярных фильмах. Вот, сделанный на энтузиазме, сделанный на детских конструкторах, на палочках, верёвочках. Вот они, наши левши. Да, вот, вот, вот. Левша от кинематографа. Да, 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 да. То есть, это гении были. Но Клушанцев, может быть, не сделал бы такую картину, если бы у него не было великого помощника. Художником этой картины и следующих его фильмов был Михаил Цебасов, ученик Великого Филонова. Вот, один из лучших, вообще-то сказать, художников, которые когда бы то ни было работали в нашем кино. И вот на гребне успеха «Дорогих звёздам» Клушанцев пробил проект художественного фильма, целиком художественного фильма по известному к тому времени популярному роману Александра Казанцева «Планета бурь». Да, о Венере. Да, там напридумывали такого, что, в общем-то, это, конечно, так сказать, ну, как бы… Я прошу прощения, мы обожали этот фильм, потому что впервые на экране появились динозавры. Да. Там же по Венере ходят динозавры. И динозавры ходят. В совмещении живых актёров с куклами. Да, летают птеродактели, ходят динозавры. Гигантский паук. Хищный цветок, который там хочет пожрать там какого-то космонавта. Загадочная венерянка. Видно только отражение в озере. Да, да, да. Она так и не появляется. Летающий вездеход. Робот. Робот Джон, который несёт на себе вот этих вот космонавтов. Вот это вот постер этой картины. Кстати, по-моему, его играл актёр, робота, если я не ошибаюсь, как в «Звёздных войнах». Там где-то и актёр был, и кукла была. В каких-то моментах в скафандре была актёр. Да, безусловно. Да, я помню, когда рассказывали в кинопанораме. В оболочке робота. Да, был такой то ли борец он был, то ли штангист какой-то очень сильный человек, потому что довольно тяжёлый кашкар был. Да, дальше, пожалуйста, вот следующий. Вот, это уже современный постер. Вот птеродактиль. Вот замечательные исполнители. Емельянов, Георгий Жонов, Саранцев, Тейх. Тейх, молодой ещё. Да, он играл американского космического. Профессора, да. Профессора, да. Создателя робота, кстати. Да, совершенно верно, робот-джон, они с ним так дружили. Вот птеродактиль там летает, это уже современный постер. Дальше, пожалуйста. Вот как выглядели космические корабли. Там три корабля, Сириус, Вега и Капелла. Вот Вега, Капелла гибнет в столкновении с астероидом или метеоритом. Вега остаётся на орбите, а Сириус садится на Венеру. И, значит, на орбите Веги остаётся женщина-космонавт. Её играла чудная актриса, красавица Кюна Игнатова. И когда... Премьера фильма была достаточно успешной. Вот ещё посмотрим немножко картинки. Ух ты! Это уже на Венере, да? На Венере, да. Вот космонавты на Венере. Емельянов, Саранцев и Тейх. Рядом с ними вездеход. Летучий вездеход. Да, идея воздушной подушки там была. А тогда ещё... Впервые. Да-да-да, тогда об этом никто не говорил и не знал. И подводных крыльев ещё не было. Дальше, пожалуйста. А и вот. Вот это вот крупным планом Емельянов и жёнов. И вот, видите, рядом... То есть, извините, Евгений Леонидович, это были фильмы с огромным элементом прогностики, футурологии. То есть, рассказание будущего было невероятно точным. Всё на свете. Всё на свете. Значит, это были фильмы про зрение. Прозрение, да. А почему? Потому что их делали страшно талантливые люди. С невероятной фантазией, с исключительной выдумкой, опиравшиеся, между прочим, на солидную научную, исследовательскую даже базу. Потому что к тому времени уже, значит, планета Боря делалась в год полёта Гагарина. Ну, понятно. В 61-м году. Да, в 61-м. В 61-м году она делалась, в 62-м была премьера. Как положено. Вот, успех был очень большой. Критика его разругала. Помню. Разругала крепко. В «Комсоморской правде» были. Да. Зритель балдел миллионы зрителей просмотрели. Мы обожали. Мальчишки, школьники. Мы обожали. Да, я помню, мы… Десять раз бегали в кинотеатр «Спутник» его смотреть. Да, бегали в кино ни разу, ни два. По десять раз. Я бы раз, три, четыре, пять, не меньше смотрел. Значит, этот фильм в целом понравился министру культуры Фурцевой. Но её у неё вызвало, значит, так сказать, как бы… Ну, единственное, что ей не понравилось, она разругала эпизод, где плачет героиня. Советская космонавтка не может плакать, да, понятно. Вот, я Екатерина Андреевна, она, в общем, была человеком неординатором, наверное, была лучшим министром культуры в истории, так сказать, в общем-то, всех, так сказать, вот деятелей, которые были на этом посту. Вплоть до наших дней. Но я этого не говорил. Совершенно верно, да. Вплоть до наших дней, да. Именно министром культуры, а не культурки. И не без культуры. И не без культуры, да. Вот. Так вот, значит, планета Бурь также была приобретена в Америке, причём приобретением наших трюковых фильмов фантастических и фэнтезийных, вот как вот Илья Муромед занимался производитель вот малобюджетных всяких жанровых фильмов Роджер Кормен. Это был очень интересный человек, который всю жизнь делал фильмы класса Б. Фантастические, ужастики, какие-то там, значит, другие жанровые вещи, вот. Но из-под его, так сказать, крыла, из-под его пиджака вышли все... Из гнезда Корманова. Из гнезда Корманова, да, из гнезда Корманова вышла вся великая бригада реформаторов Голливуда, которая вывела, так сказать, американскую тематографию из тяжёлого кризиса на рубеже 60-х, 70-х годов. Старший из них был Фрэнсис Форд Коппола, которому Кормен получил перемонтаж фильма «Небо зовёт». Мы об этом говорили в прошлый раз, и был выпущен как американский фильм с постапокалиптическим сюжетом под названием «Битва за пределами Солнца». А вот планета Бурь учениками Кормана была перемонтирована дважды. Вот следующий. Вот это, кстати, постер второго перемонтажа «Путешествие на планету доисторических женщин». Тот же кадр, но с добавлением «Дамочек» и «Птеродактиль». А дальше, пожалуйста. А «Дамочек» уже сняли в штатах, я так понимаю. Вот, первый перемонтаж был сделан каким-то неизвестным режиссёром «Путешествие на доисторическую планету». Вот там динозавры, космонавты. Все наши актёры получили англоязычные имена. Фильм был дублирован. Значит, чем-то Кюна Игнатова, красавица наша... Естественно, летала американская экспедиция в этом фильме? Ну да, да, да. Все американцы этими занимались. А что Кюна? Жёнов, Емельян Кюна, Игнатова была заменена американской актрисой. Только, да? Полностью были пересняты все сцены. Но в том же антураже это было сделано. А как с авторскими правами это было вообще? А дело в том, что никаких проблем с этим не было. К сожалению, тогда Советский Союз не подписал ещё конвенцию. Это произошло только в начале 70-х годов, и с этими фильмами можно было делать всё, что угодно. Так как у нас делали с трофейными фильмами, скажем, теми же американскими, которые на Советский экран выпускались. А, ну то есть мы им отвечали тем же, по сути. Нет, 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 мы предвосхитили. Мы предвосхитили во второй половине 40-х годов. Уже, кстати, в 50-е годы этим не грешили. Понятно. Уже в Кручёвские и Брежневские времена этим не занимались. Брежневские уже точно не занимались. Уже точно. Обе стороны дисциплинировались. В 1972 году подписал Советский Союз конвенцию. Вот путешествие на доисторическую планету. Вот Робот Джон, вот Емельянов. Вся компания. Дальше, пожалуйста. А вот путешествие на планету доисторических женщин. Перемонтажом для этого варианта занимался пятый или шестой великий представитель этой же когорты, наряду с Копполой, Лукасом, Спилбергом, Скорцезой Питер Богданович. Ну вот, Евгений Леонардович, мы с вами сегодня на этом нашу встречу закончим, поскольку время наше исчерпывается. Но вы назвали гроздь сверкающих имён. Вот. И в третьей части, а она напрашивается сама собой, мы уже к ним обратимся, к этим именам и к их работам. Напоминаю нашим зрителям, что они смотрели очередной выпуск программы «Кремниевая долина» на Днепре. Вёл её Андрей Дмитрук. Моим гостем был кандидат исторических наук Евгений Гороховский. Программа была посвящена, как и предыдущая, волнующей теме космических полётов, её отражение на киноэкране. А к самым невероятным и фантастическим воистину достижениям в этой области, включая эпос «Илиаду XX века. Звёздные войны», мы обратимся в нашей следующей программе. Всего вам доброго.